Шанталь Всем доброго здоровья. А как известно, одна из важных составляющих его правильное питание. Наша программа о самых интересных и полезных блюдах мировой кухни. Как приготовить изысканный завтрак, обед или ужин с помощью привычных нам продуктов. Какова история появления тех или иных язв и кое-какие секреты кулинарии. Все это в программе телеканала 7 будет вкусно. Мы находимся в замечательном ресторане Шанталь. Если у вас найдется минутка, непременно зайдите сюда, чтобы вкусно перекусить. Вы почувствуете, как атмосфера домашнего уюта соединяется с высоким профессионализмом поваров. А сейчас я хочу представить сегодняшнего гостя. Это доктор, невролог, образцов Станислав Анатольевич. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Станислав Анатольевич, спасибо, что пришли сегодня к нам в программу. Но и поскольку вы все-таки доктор, наверное, вы больше, чем кто-то другой, знаете, насколько полезны те или иные продукты. И расскажите, что мы сегодня будем готовить. Будем готовить салат. Достаточно простые ингредиенты. Небольшая разница в их приготовлении. Основное это рукола, петрушка, перепелейные яйца, оливки, лимон, оливковое масло, сыр, ну желательно твердых сортов, перец, но мне больше нравится белый соль и анчурсы. А как называется салат? Без названия. Просто полезный салат. Весенний, летний. Летний салат полезный. Ну, дорогие зрители, мы начинаем. И внимательно следите за тем, что мы делаем, как и сколько мы чего куда кладем. С чего начнем? Режем оливки, чистим яйца, трем сыр. Давайте, я, пожалуй, начну чистить АВСР. Я прочла в интернете, что перепелиные яйца, они очень хорошо выводят радионуклиды из организма. Еще японцы в 1945 году, после того, как американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, они решили все-таки, что что-то нужно делать и что-то нужно в продуктах искать. И вот они обнаружили, что именно вот этим свойством обладают яйца. И сейчас в одном из 12 основных законов Японии, знаете, что говорится? Что каждый ребенок должен ежедневно съедать два яйца. Правильно. За обедом. Да. Так что, а кроме того, они еще повышают умственную деятельность. Поэтому надо всем есть, не стесняться. Когда-то в Англии, когда это считается вообще яйца куриные и эпеллиные, считаются одним из основных продуктов питания. И утренний завтрак без яичницы, с беконом, это было невозможно. Сейчас уже просто, мы даже не представляем себе Англию в другом варианте. Но самое главное, что когда они, начав бороться с холестерином, убрали яйца, очень быстро изменился состав холестерина в сторону плохого, или протеинов низкой плотности. Ну и поняли, что ничего в жизни просто так не бывает. И если в этом климате используются те или иные продукты питания, значит, это действительно для чего-то нужно. А что касается нас, мы можем сколько яиц съедать, но перепелиных можно сколько хочешь съедать, да? Ну, в принципе, конечно, 5-7 яиц. Если на яйца куриные, то 2-3 яйца. Самое главное в них есть то, чего очень мало вообще в жизни и в продуктах, это лицетин. А без лицетина, а не работа печени, не сосудов, не мозга, не других органов невозможно. Это один из основных компонентов вообще структуры. Вот мне нравится, когда в программу доктор приходит. Так все объяснит хорошо. Слушайте внимательно и мотайте на ус. Так, мы сейчас, значит, здесь у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще помоем тех пор. Помоем, помоем обязательно, да. Они не очень хорошо чистятся. Кто употребляет в пищу, знает, что вот такие остаются немножечко. Они, правда, мягкие очень, скорлупкие, но все равно нужно будет их немножечко сполоснуть. Но утром-то готовить это достаточно все-таки не так быстро, этот салат. Ну, вопрос в том, что, например, дома меня готовят жена и дочь. Ну, хорошо. Конечно, хорошо. Я люблю больше готовить на природе, когда есть возможность, там, шашлык, подобные вещи. Ну, не надо забывать, что мы находимся в прекрасном ресторане, Шанталь, где такой салат вы сможете съесть в любое время, когда придете. Поэтому, если кому-то не хочется, кому-то некогда, приходите сюда и всегда сможете отведать то, что мы сегодня готовим. А мы продолжаем. Что мы делаем? Режем яйца. Режем яйца напополам, да? Он будет как-то перемешивать или мы не будем забегать вперед потом? Нет, внизу выкладывается спаржа. Ну, два варианта спаржи. Здесь немножечко другой вариант, это вариант соевый. Есть еще спаржа, к которой в основном мы привыкли, это именно стебли. Так, здесь я так понимаю, что у нас белок и в основном, ну, вот рукола, то есть травка, петрушка, спаржа, растения, да, лимон. Мы как сочетаем? Они прекрасно сочетаются, потому что это практически белок. Без углеводов, да, салатик у нас получается? Ну, с минимальным количеством, потому что все равно спаржа, вот этот корейский вариант, она, так как она изготавливается из сои, это все равно длинные углеводы, это олигополисхариды. Олигополисхариды. И они дают энергию на целый день. В отличие от глюкозы, которая только быстро ушла, быстро хочется есть. Чтобы долго есть не хотелось, нужно по утрам есть именно такой салат. Не спешите записывать сейчас за нами, смотрите просто внимательно, потому что в конце программы появится подробный рецепт, где вы сможете увидеть. И записать, успеть, что мы сегодня из ингредиентов имеем, сколько чего. Ну, и, естественно, смотрите сейчас, как мы все это делаем. Так, значит, вот мы сейчас с вами пока готовим, стоим на твердом, на твердом, можно сказать, очень твердом полу. Насколько это полезно или вредно, пока готовим? Вот сколько можно долго стоять или как лучше вот нам? Потому что многие хозяйки в кухне ведь стоят и не сидят сидя, никто не режет, хотя можно было сесть. Мы режем несколько часов, а если закрываем банки, компоты какие-то, ну, доктор, посоветуйте нашим женщинам. Что же, давайте пока продолжим что-то делать. Петрушку можно резать? Петрушку, да. Я напоминаю зрителям, что мы находимся в ресторане «Шанталь», куда мы все любим приходить, советуем прийти вам, потому что здесь не только вкусно, но и очень красиво, атмосфера душевного уюта действительно. Здесь Италия, Франция, Западная Европа. Здесь очень хорошо провести романтический ужин, здесь прекрасно провести деловую беседу, поэтому, дорогие зрители, мы здесь и вы присоединяйтесь. А мы продолжим. Стоять на жестком вообще очень вредно. А мы стоим. Да. Наши системы, они вообще не созданы для работы на жесткой поверхности. Мы должны ходить по мягкой земле, по песку, по траве. И в этой системе нигде не говорится про жесткую опору. И чем мягче опора, тем лучше наше тело работает. А что же нам перед собой, вот так выбрасывать коврик, все и выходить? Один из вариантов, просто чтобы для женщины, чтобы внизу лежал коврик или ортопедический коврик массажный, или просто очень мягкая поверхность, которая амортизирует нагрузку и уменьшает давление на стопу со стороны опоры. Можно сделать ортезы, стелечки разных фирм. Это и новозеландские, и российские, и польские. Для того, чтобы уменьшить эту реакцию опоры. Вы можете вставлять любую обувь, и за счет этого организм включает все свои функции. И полноценно... Ну, мне кажется, спортсмены, например, давно уже это поняли. Я вот, например, сейчас именно в такой подушке, поэтому мне очень легко готовить. В кроссовках. Легко, потому что в кроссовках, и приятно, потому что в ресторане Шанталь. Кушайте с нами в этом ресторане, завтракайте, обедайте, ужинайте. Уверяю, не пожалеете. Доктор, расскажите, а часто вы бываете в этом ресторане? Д достаточно часто. Мы отмечаем какие-то события, в основном, здесь. Но уже достаточно много лет. Правда, здесь можно и с ребенком прийти, да, и взрослым. Правильно делаете, и вам всем советую. Так, ну вот у нас уже, смотрите, сыр мы натерли, яйца порезали, оливки порезали, петрушку порезали. Анчоусы мы резать не будем. Нет. Кстати, анчоусы, я совсем недавно узнала, что анчоусы, вот мы так красиво говорим анчоусы, анчоусы, да, это сейчас достаточно недешево в магазине стоит какая-то баночка. А на самом деле, это ведь морская рыбка, разновидность морской рыбы, вот такая, 10-15 сантиметров длиной, и водится она в разных морях обоих полушарий, а то, что водится у нас, например, на Черном море, просто называется хамса. Вот то, что мы раньше наши родители даже кушали в магазине, она стоила буквально там 3 копейки. Хамса. А теперь мы едим это как анчоусы, это очень полезно. Почему полезно? Белок. Раз, плюс легко усваивается, и анчоусы делаются в течение суток, чтобы сохранить все свои полезные свойства. И я хочу сказать, что если даже кто-то боится холестерина, по старинке думает, что я... То вот как раз анчоусы, это тоже я прочла, но хочу у вас уточнить. Они когда, они как бы вот холестерин этот поглощают плохой? Они не поглощают, они сдвигают центр образования холестерина в сторону хорошего. Из низкой плотности в высокую. В высокую плотность. И как следствие, организм устраивает рыбий жир, да, и две полинасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбий жире, в структуру фосфолипидов, мембран. Из-за этого мы получаем защиту для сосудов. А мы продолжаем. Что у нас осталось? Сейчас мы делаем заправку для салата. Петрушку мы порезали. Оливковое масло стоит. Перец, соль и лимон. Вот я смотрю, что очень правильно вы питаетесь, это вы так кушаете и дома, да, Станислав Анатольевич? Да, только готовит жена и дочь. Ну, вот видите, у Станислава Анатольевича дома дочь и жена готовят. А, дорогие зрители, если вы захотите попробовать этот салат, можете приготовить его дома, потому что мы рассказываем, как это делать. А можете прийти в замечательный ресторан «Шанталь», где вы вместе с нами позавтракаете, пообедаете или поужинаете. Сейчас я надрезаю лимончик, а потом его выжму, чтобы сразу и сок... Выдавить на петрушечку. Вы прямо как повар. Как-то не подозрительно, что вам кто-то готовит. Обычно такие хитрости знают люди, которые готовят часто. Или подсматриваете в кухне. Нет. Нет, это вот... Я прихожу поздно ночью. Уже все готово. Уже все готово. Остается только подогревать. Так много работаете? А вы с детишками тоже работаете? И с детьми, и взрослыми. Но у меня рабочий день 12 часов. Так, давайте блюдо, наверное, красивое поставим сюда. А, мы еще забыли один ингредиент. И еще масло. Значит, акцентирую. Петрушка. Петрушка. Соль морская. Перец. В данном случае белый, но можно по вкусу, кто какой любит. И оливковое масло. Лимонный сок обязательно. Входим, конечно. А как вы относитесь... Мне, например, нравится не только оливка. Вот масло грецкого ореха, масло виноградной косточки. Они все полезны? Очень полезны. И если есть такая возможность, я вообще рекомендую смешивать несколько видов масла. Во-первых, это придает опленный вкус. Как здорово. И действительно, там очень много полиостричных жирных кислот и разного уровня. Они что-то делают у нас тоже. Это вот, я так понимаю, что это рыбий жир. Я недавно в интернете нашла фотографию прямо из своего детства. Знаете, такая черно-белая фотография. Сидит тетечка такая, воспитательница в белой косыночке с ложечкой столовой. И в очередь стоят дети. И вот каждому из этой ложки рыбий жир. Рыбий жир. Вот так нам давали, кто помнит. Ну, это было безвариантно. Это действительно было безвариантно, потому что другого варианта рыбьего жира просто не было. Но самое главное, что рыбий жир нельзя хранить доступом воздуха. Он прогоркает. И мало того, что становится невкусным, он становится неэффективным. Давайте я пока помогу. Лучше капсулы, да, или... Ну, и масло, кстати, точно так же, да, вот такое. Лучше его, конечно, не скрывай. Давайте вот эту тарелку красиво возьмем. У нас очень красивая тарелка. Вот она вроде ракушки такой. В нее красиво укладывает салат. Мы находимся в ресторане «Шанталь». Здесь очень красивая посуда, красивый интерьер. И главное, что здесь очень вкусно. Давайте вот теперь показываем сейчас самое главное, как все это красиво укладывается. Ну, тут доктор уже. Вот если нужна вилочка, пожалуйста. Может, с вилкой, да? Проще так. Так, я чем-то могу помочь? А это просто красить, надо так вот положить, да? Или такую, это то, что мы говорили, спаржу, или стебли. То есть ее плоско укладываем, да? Плоско укладываем, да. Дальше мы выкладываем яйца аккуратненько. Давай. А вы дальше что? Говорите зрителям, что, да? Сверху мы кладем руколу. Пожалуйста. Мы руколу выращиваем у себя на приусадебном участке. Она получается гораздо вкуснее, чем та, которую мы покупаем в магазине. Потому что наша. Но, тем не менее, вот сегодня у нас рукола очень свеженькая такая, листья очень хорошие. Хорошо. Но, опять же, не постесняюсь сказать ресторан, Шанталь. Все свежее, все хорошее. Вот анчоусы какие-то вкусняшка. Самое главное, вкусное. Вкусно. В общем, все слоями выкладываем, как я понимаю, доктор. Вот он делает, я комментирую. Так, и потом сверху вот этим, потом сыром. Или наоборот? Правильно. Сверху заправочка, а потом сыром. Так, лужка у нас была. Лужку берем. Так, можно, да? Можно, можно. Аккуратненько. Там так и получается разными слоями. Как-то вдвоем веселей готовить, интереснее, да? Одному скучно, мне кажется. И последний штрих. Так, чтобы зрителю хорошо было видно. Это твердый сыр. Это твердый сыр. Ну, а мы, собственно говоря, приготовили для вас замечательный салат с моим гостем, Станиславом Анатольевичем 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 Образцовым. В очень серьезном режиме дня прийти к нам. Нарезать оливки колечками. Для приготовления заправки мелко нашинковать петрушку, добавить оливки, перец, соль, сок лимона и масло. Сыр натереть на крупной терке. Яйца почистить и разрезать пополам. Уложить слоями на тарелку спаржу, яйца, анчоусы и рукколу. Заправить салат соусом и сверху посыпать сыром. Будет вкусно. Приятного аппетита! Шанталь. Уютный ресторан в самом центре Курска. Шанталь. Море тепла, доброжелательная атмосфера и вкусных блюд. Здесь забываешь обо всем. Шанталь. Это то, что нужно, чтобы хорошо отдохнуть. Шанталь. Яндовищенская, 6. Телефон 510521. Шанталь. Яндовищенская, 6. Телефон 510521.